всем привет рад приветствовать всех на своем канале сегодня у нас появился такой тхона 7x у него набух аккумулятор кое-как еле-еле я достал сим лоток с симкой вместе потом кое-как выкрутил два болта вкручиваются вот сюда кое как все это вот так на излом сим лоток когда доставал пришлось даже надавливать сильно чтоб его достать потому что не вылазил ну достал кое-как чем смысл если у вас что-то с той стороны дисплея давить на экран такие желтые пятна или еще что-то крышка сзади дуется это значит у вас что-то с аккумулятором надулся от времени видите вот он щелкает там внутри защелки открываются кое-как я его открыл сейчас при вас попробую даже работает нажимает сейчас попробуем это продемонстрировать нажал работает даже модель телефон работает человек интенсивно пользуется им если вы пользуетесь телефоном каждый день там не вылазить из него тому подобное то через какое-то время аккумулятор у вас надуется сломается поэтому интенсивное пользование телефона это не есть хорошо а все скажут то для чего он тогда нужен пользуйтесь чем-то другим телефон нужен чтобы позвонить или там на работе человек пользуется там смотрит для провождения времени но желательно поменьше дома у него копаться потому что аккумулятор рассчитан на соло зарядок разрядок и от интенсивного его пользования как правило получается телефону год у него уже аккумулятор дуется полгода начальник я его из рук не выпускаю вот такой он нам попался надутый весь но работает сейчас будем открывать аккуратно вот оно уже пятно как вы видите такое пятнышко это уже дисплей с той стороны давить на аккумулятор сейчас мы его откроем и поменяем аккумулятор вот он новый аккумулятор на него появились тоненький сейчас посмотрим тот аккумулятор будем пробовать открывать открывать надо аккуратно потому что отпечаток пальца чтобы его не оторвать это все показать и ставить на паузу получится у меня или нет штатив сделал сейчас мы его откроем если у вас такое произошло немедленно видите защелочка вот одна мастерскую вот открываем вы можете наблюдать вот идет у нас отпечаток пальца он подходит вот сюда в плату теперь смотрите чтобы отключить надо открутить болтик смотрите как он надулся в данный момент вот он старый как вы можете наблюдать вот он но это в два раза а то есть когда дуется вот шлифа идут он может порвать аккумулятор шлейф вот это вообще надулся аж шлейф пропечатался в аккумулятор аккумулятор вот такой вот мягенький но со временем сильнее сильнее дуется если у вас что то дуется внутри телефона это плохо сейчас мы отпечаток пальца отсоединим неудобно одной рукой на работе нету штатива отсоединяем наш отпечаток пальца все эту часть мы убираем не понадобится пока дальше что мы делаем отсоединяем аккумулятор все скажут что это так легко и непринужденно но все равно это я вам скажу не так легко делать телефоны но кто-то может быть даже я делаю сам не всегда вот у нас часть частенько бывает такое что люди приносят телефон мы сами вы там делали муж сделал сантехник там электрик ничего плохого про них не имею ну как правило бывает что вот снимаем защелку первую очередь отсоединяем аккумулятор дальше отсоединяем второй шлейф убрали вот напряжение с батарейки теперь желательно тут тоже отсоединить потому что батарейку просто так не вытянешь вот наша батареечка сейчас попробую отклеить отклеили нашу батареечку приклеена на этом модели телефона она полностью вот вот очень тяжело такой как отклеил вот наша новая батарейка вот наша старая батарейка вот она новая на этой модели телефона нежелательно самим менять батарейку если у вас такой телефон лучше отдать деньги потому что батарейки взрываются посмотрите видео у людей которые мастерской меняют батарейки иногда бывает взрываются поэтому будьте внимательны ставим сейчас новый батареек и проверим как она работает по емкости она такая же маркировка такая же даже под оригинал установили нашу батареечку новый телефон новый в телефон все заработал вот у нас теперь видим как это все выглядит ничего не пронуждено ничего не дают все ровненько и целенько единственно нижней части а шлейф отстегнулся такое вот было напряжение батарейки сейчас мы его подстегнем вроде тут ничего такого сейчас его подстегнем и должно быть все нормально правда руки поиспачкал ничего постигнули шлейф этот шлейф идет на зарядку и проверили зарядку сейчас проверим как видим зарядка пошла начну на все в порядке молния на все отлично все устанавливаем назад все прикручиваем все хорошо можно сказать повезло мы все положено навигатором в такси да не выключает не выключает до постоянно программа включена поэтому вам даже это батарейки может на полгода даже и дома включена программа и кто быстрее еле достал ну смотрите вот растянули шлейф вот болтаться начали потому что за батарейки вот такой толстый вот она но батарейка тоже тут год 17 но не факт что вы его купили на восемнадцатом году телефон где-то 17 18 19 20 уже три года батарейки поэтому надо аккуратно ну конечно если вас надулась что-то не то надо приносить сразу в ремонт что-то делать да а то вам повезло следующий раз такого может не быть магнитик это на магнитике есть вам повезло то что было наличие а так второго раза может не быть если что-то надулся лучше принести потому что слива если порвутся еще что-то выйдет вам потом дороже поэтому чтобы у вас не было такой ситуации вам надо следить за своими приборами телефонами телефон нежелательно использовать долгое время как навигатор на кратковременное время можно а долго вот программу на его из рук не выпускает женщина сейчас которая забирала рассказала про мужа да это деньги вы зарабатываете в такси там еще что-то вам это нужно но все равно следите за своими приборами и что-то если пятна появились еще что-то подойдите в мастерскую проконсультируйтесь за это денег не берут по крайней мере мы до скорых встреч подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был роман пока пока до скорых встреч